Этот спектакль о тех, кого принято называть простыми русскими женщинами, о тех, кто в годы Великой Отечественной войны отправлял своих сыновей, мужей и отцов на фронт. Женщины тогда заменили мужчин и ковали победу в тылу. Действие пьесы разворачивается осенью 1941 года. От Москвы идет товарный состав, на котором эвакуируют женщин и детей. В годы Великой Отечественной войны железная дорога стала фактически дорогой жизни. Только в первый год по ней перевезли 95% от всего грузооборота страны. За эти пять лет на передовую доставили более 20 миллионов вагонов с солдатами, снарядами и боевой техникой. Если поставить их ряд, то можно было бы четыре раза обернуть землю по экватору. Эвакуировано из предфронтовых районов более 18 миллионов человек из числа мирного населения. Потери также были велики. Только во второй половине 1941 года вражеская авиация совершила около 6 тысяч воздушных налетов. В годы войны было уничтожено более 16 тысяч паровозов. В этом году Народному театру «Аквариум» исполняется 17 лет. В репертуаре комедии, драмы, детские и исторические постановки. Возраст актеров от 10 до 60 лет. Основной упор, по словам режиссера, делается на достоверную передачу эмоций. В этот раз Александра Степанюк решила использовать новый прием. Зрители увидели спектакль «Эшелон» в интерактивном формате. Во-первых, когда сцена, это есть определенные грани, а когда тот же немец вышел из зала, оно уже воспринималось немножко иначе. Очень понравился спектакль, не хуже профессиональных артистов. Классная задумка, передача образов и передача эмоций на высшем уровне. Очень хороший спектакль, очень понравилось. У нас здесь вот мои подруги-внук участвовали. Следующий показ спектакля «Эшелон» от Народного театра «Аквариум» состоится в феврале. Вход будет также свободным. Более подробную информацию можно будет получить в Центре культуры Родина. Ника Постенес, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.